Каким видом спорта заняться для того, чтобы подтягиваться больше всех? Например, спортсмен по имени Грэхэм Морган в свои 60 лет подтянулся 7481 раз. Однако я сомневаюсь, что ваша цель это безумные рекорды. Большинству, скорее всего, просто хочется быть более функциональным и подтягиваться ну хотя бы от 25 до 40 раз за подход. В нормальной технике, разумеется, чтобы не опозориться, как Марк Уолберг. Чё, не знаете эту ситуацию? Тогда рассказываю. Однажды на шоу Хеллен Дедженерес, это такая популярная американская ведущая, Марк сказал, что легко может подтянуться 40 раз в идеальной технике. На что Хеллен неожиданно отреагировала и попросила его продемонстрировать свои невероятные умения. Как тут Марк и обкекался. После этого интервью Хеллен предложила ему 1000 долларов за каждое подтягивание, а деньги пойдут на благотворительность. Марк тут же стал оправдываться, мол, вчера только тренировался, но таки согласился, чтобы не ударить в грязь лицом. Как видите, в представлении Марка, чистое повторение, это не совсем то же самое, что чистое повторение в нашем с вами понимании. В общем, вышло ни много ни мало 22 кое-каких подтягиваний. Хеллен посмеялась со всего этого и даже сказала следующее. Короче, ситуация для Марка, как вы понимаете, оказалась довольно неприятной. И данный фрагмент я вам показал не просто так, а для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы не будем доверять каким-либо словам, а только фактам и только спортсменам из настоящих силовых дисциплин. И первых спортсменов, которых мне хотелось бы выделить в подтягиваниях, это гимнастов. Конечно же, они не тренируют подтягивания на количество, однако совершенно очевидно, что данное движение должно быть у них на очень высоком уровне. И где, как ни на ютуб канале гимнаста, можно найти этому подтверждение? Лучшее видео, демонстрирующее подтягивания гимнастов, я нашел у Нила Уилсона. Он и еще три его друга гимнаста выполняли чистое подтягивание, что правда на гимнастическом турнике. Один из спортсменов сделал 31 повторение, сам Нил осилил 39, но добавлял раскачку и рывок. И лучший результат составил 40, приблизительно в такой же технике, как и у Нила. Из этого делаем вывод, что гимнасты, конечно же, подтягиваются много, но ввиду специфики своих тренировок добавляют рывок ногами. Конечно, этот рывок сильно помогает при подтягиваниях. Для того, чтобы это прочувствовать, попробуйте выполнить чистый выход силой. Или же согнуть ноги в коленях, разница будет очевидна, поэтому техники гимнастов мы ставим 6 из 10. А количество повторений 9 из 10. Эталоном в нашем случае пусть будут 50 чистых подтягиваний. А мы двигаемся дальше, и я предлагаю проверить, на что способны скалолазы в этом движении. Я, как обычно, взял в пример Магнуса Мидбо, так как он самый медийный и у него есть свой ютуб-канал. А также Джеймса Брейтвайта. Оба скалолазы очень высокого уровня, и давайте посмотрим на их результаты в подтягиваниях. Начнем с Магнуса. После практически пятичасовой тренировки он решил попробовать свои силы в подтягиваниях. И сказал, что выложится на максимум. Как видите, техника принципиально отличается от гимнастов. Локти буквально немного не разгибаются в нижней части амплитуды. Однако подбородок Магнус уводит далеко за перекладину. И так он работал аж до самого конца, выполнив 24 действительно чистых повторения. Джеймс Брейтвайта, что интересно, выполнял свои подтягивания практически в зеркальной технике. Сразу видно, что они из одного вида спорта. И знаете что? Он тоже сделал 24 повторения. В отличии от гимнастов, скалолазы делают движение подконтрольным. Они точно знают, что такое чистые повторения. И всегда довольно сильно заводят подбородок за перекладину. Так как в их виде спорта себя нужно подтягивать высоко, чтобы достать до нужного зацепа. Однако выполнить большое количество повторений в такой технике будет очень сложно. Поэтому скалолазом за технику ставим 9 из 10. А за количество повторений 7 из 10. Так как я все же уверен, что даже Джеймс сдался немного раньше. И мог бы точно выполнить еще от 3 до 5 повторений. Следующая категория спортсменов, которых я рассматривал в качестве лидеров в этом движении. Как ни странно, возможно для кого-то это даже будет немножечко неожиданно. UFC бойцы. Я неоднократно видел, как бойцы практикуют себя в калистенике. И подтягивания они используют в тренировках регулярно. Конор даже записывал обучалку по подтягиваниям. Который объяснял, почему он их делает. К слову, с него и начнем. Конор очень любит калистенику. Его неоднократно замечали в выполняющем выходы на кольцах. Он много работал с дополнительным весом в подтягиваниях. И конечно же периодически работал на максимум. Лучший результат на видео это 23 повторения параллельным хватом. Техника, понятное дело, не идеальна. И по факту бойцам эта идеальная техника нафиг не нужна. В их случае идеальная техника должна быть в ударах, а не в подтягиваниях. Тем не менее, результат неплохой. Также я нашел множество видео с подтягиваниями у Джона Джонса. В абсолютно разной технике. С весами и без. По количеству видео этого спортсмена, выполняющего подтягивания, можно точно сказать, что он уважает это движение. И делает его регулярно. Но лишь на нескольких фрагментах Джонс выполнял подтягивания от и до. В первом случае это были вот такие подтягивания с широкой постановкой рук. И результатом в 16 повторений. А второй раз в 2021 году при подготовке к поединку, где Джонс выполнил уже 25 повторений. Опять-таки, в комментариях все писали, что техника ужасная. Однако, я думаю, в лицо бы такого ему никто точно сказать не смог. Поэтому довольствуются тем, чем могут. В целом, преимущественное большинство бойцов подтягивается в технике верхней части амплитуды, не разгибая локтей, а доходя лишь до середины амплитуды. Поэтому, с точки зрения идеальной техники, это где-то 4 из 10. Ну а количество неплохое, 6 из 10. По сути, всерьез рассматривать бодибилдеров, армрестлеров, пауэрлифтеров я сегодня не буду, поскольку в этих дисциплинах подтягивания не являются чем-то особенным. Без них вполне можно обойтись. Поэтому, давайте я несколько слов скажу о их технике, и мы пойдем дальше. Да и честно говоря, сложно было найти кого-то из перечисленных видов спорта, выполняющего подтягивания на максимум. Разве что челлендж Джеффа Кавальера, в рамках которого ему удалось выполнить 50 подтягиваний аж за 8 подходов. Технику в этих видах спорта ценить тоже достаточно сложно, так как в бодибилдинге, например, подтягивания выполняются с акцентом на спину. И именно у бодибилдеров эта техника является идеальной, а то, что делаем мы как раз нет. В то же время, армрестлеры выполняют свои подтягивания похожим образом с UFC бойцами, не разгибая руки, тренируя тем самым свой рычаг. В кроссвитте так вообще своя техника и свои правила. Поэтому последний вид спорта, который мы сегодня разберем с точки зрения количества и качества подтягиваний, это наша с вами любимая калистеника. Но тут, честно говоря, у меня разбегаются глаза. То ли вспомнить 50 чистых подтягиваний Зефа Закавели, то ли вспомнить Максима Трухановца и его почти 50 подтягиваний. А еще же есть Андрея Лороса, Руслан Саибов, Вадим Оленник, Виталий Фищук. Упоминая всех атлетов, способных выполнить чистые 50 подтягиваний, у меня просто закончатся символы в сценарии. Их очень много. И для меня, как, наверное, и для вас в самом начале было очевидно, что именно в калистенике таким базовым движением, как отжимания, подтягивания и брусья отводят особое значение. И именно занимаясь калистеникой, вы сможете повысить как количество подтягиваний, так и общий функционал. Моя оценка как по технике, так и по количеству подтягиваний в калистенике, это без всяких сомнений 10 из 10. Поэтому, если ваша цель – это максимально функциональное тело, начинайте свои тренировки с базы в калистенике. А чтобы тренироваться еще более системно и лучше прогрессировать, залетайте к нам на проект Workout Athlete 2.0. С нами тренируется уже более 4000 спортсменов по всему миру. Эти отзывы, которые ты видишь на экране, говорят сами за себя. А если хочешь подробнее узнать о том, как проходит тренировочный процесс и каких результатов ты можешь достичь, смотри вот этот отзыв, который на днях записал нам один из участников Антон Киршин. Ну или вот это видео, где я подробно рассказал, с чего стоит начинать тренировки, если ты полный новичок. А на этом все, с вами как всегда был Федор Чепкий, всем пока!